Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня 2 февраля, совсем немного времени осталось до 8 марта. А когда, как не 8 марта, наши фиалки, особенно цветущие, пользуются хорошим спросом? Поэтому вполне естественно, что многих начинающих коллекционеров волнует вопрос, как правильно подготовить фиалки к цветению на определенную дату. Да, значит, сразу оговорюсь, что если вы планируете готовить фиалки к цветению на 8 марта сейчас, то это уже поздно. Нужно было начинать заниматься этим раньше, где-то конец ноября, начало декабря. Вот, но я все равно решила записать это видео, и сейчас вам объясню почему. Значит, пару недель назад мне написала женщина сообщение, в котором просила рассказать о том, как запустить фиалки к цветению. Значит, я ей все поэтапно написала. Написала также, что к 8 марта уже как бы поздно, поезд ушел. Прошло где-то пару дней после всего этого, и эта же женщина мне снова написала сообщение, и было в этом сообщении пару вопросов. Значит, первый, что будет, если фиалки одноразово пролить монофосфатом калия, вот, и добавить освещение в 14-16 часов. Ну, то есть, успеют ли фиалки зацвести к 8 марта? В общем-то, сегодня мы об этом с вами поговорим. Переведу сейчас камеру. Если у вас в коллекции есть вот такие вот старты, то, в принципе, можно одноразово их пролить монофосфатом калия, добавить освещение немножко, и если у сортов не махровые цветы, то, в принципе, к 8 марта они у вас зацветут. Ну, конечно, вот такой вот шапки цветов не будет, да, вот такого вот роспуска не будет. Ну, вот, примерно вот так вот, где-то тут у меня еще, вот так вот. Цветение такое вот можно добиться к 8 марта. Ну, я считаю, что это будет все-таки неправильно, потому что если готовить фиалки к цветению, то это нужно делать все-таки заранее. Как это делать? Я вам сейчас расскажу. Значит, первое важное правило, фиалка должна быть свежепересаженная, да, то есть это берем, осматриваем коллекцию, выбираем деток, которые готовы к пересадке со стаканчиков в горшочке на постоянное место жительства. Вот, делаем перевалку. При перевалке удаляются абсолютно все ювенильные листья у фиалок, удаляются абсолютно все листья, которые некрасиво растут. Вот в данном случае, смотрите, у меня вот есть пару таких вот деток, у которых вот такие длинные черешки. Это вот не хватило освещения деткам, было тесно, мало света, и они вот так вот потянули черешки. Сейчас вот розетка расправилась, когда я буду делать перевалку в горшок на постоянное место жительства, вот эти все листья с длинными черешками я уберу. Да, я таким образом заторможу цветение, но тем не менее розетка у меня будет красивее. И какой-то додать эта фиалка со временем будет готова к цветению. Вот, то есть понятно, да, пересадка, и сразу же формируем розеточку. Очень часто некоторые сорта уже вот детками закладывают цветоносы. Поэтому при перевалке, если вы целенаправленно собрались готовить фиалки к цветению, удаляем абсолютно все цветоносы. Также в молодом возрасте фиалки очень часто посынкуются. Готовя фиалки к цветению, нам что нужно? Ровная красивая розетка, вот, мы ее готовим на цветение, а не на размножение, да, поэтому абсолютно все пасынки удаляются. Иначе у вас будут кривые косые розетки. Вот это вот у меня ЕК, Гвоздика в золоте. Я не удаляла здесь пасынок, потому что я размножаю этот сортом. Лучше всего вот этот сорт размножать пасынками, потому что укорененные листья очень часто вместо деток стреляют в цветоносы. Поэтому здесь я целенаправленно оставляла пасынок. Да, там есть бутоны, сорт будет цвести, фиалка будет цвести, но розетка будет косая и кривая. Вот, если мы готовим фиалки на продажу, то это не надо делать, надо, чтобы и розетка была красивая, и чтобы растение цвело, поэтому зачищается все. Дальше. После пересадки фиалкам нужно где-то месяц, чтобы нарастить корневую систему, да, то есть в новом горшочке, оплести корнями грунт. Вот, месяц. Месяц при 10-ти часовом режиме освещения мои фиалки растут и наращивают корни. Вот. Обычно, когда корневая система уже оплетает вот так вот горшочек, фиалка уже готова цвести. Это такой вот старт к цветению. Если я вижу, что фиалка еще не нарастила достаточно листовой массы, вот, то я цветоносы все снова зачищаю. Я не даю цветоносам подниматься, я не жду, когда они там вот подрастут, да, вот до вот такого этого, ну, размера, состояния. Я вот осматриваю розетку, я сразу проверяю на наличие цветоноса. Вот я вот у этих вот трех стартов, это у меня как раз от 8 марта они готовятся. Я уже два раза зачищала цветоносы. Здесь даже вот вам покажу, даже вот на некоторых можно ранки вот увидеть. Вот. Ну, от пасынков, от цветоносов зачистку делала. Потому что я хочу... Зачем я это делаю, да? Вот один раз я все удалила, когда отсаживала, пересадку делала на постоянное место жительства. Я позачищала все цветоносы, пасынки. Сейчас я вот снова все зачистила. Ну, во-первых, потому что к 8 марта еще было рано разрешать фиалке вступать в фазу цветения. Вот. Во-вторых, листовая масса еще, ну, мало было листьев. Вот сейчас вот уже я вот последний раз зачистила абсолютно все цветоносы. И дальше уже все. Фиалка уже будет, ну, еще какое-то время подрастет, где-то две недельки. И потом она уже заложит опять цветоносы. И я их уже трогать не буду. И так как у этого сорта цветы полумахровые, то к 8 марта они у меня уже будут начинать распускаться. Освещение. Вот как раз подходим к тому моменту, что добавить освещение 14-16 часов. Я вообще этого не советую делать. Сейчас вам тоже объясню почему. Дело в том, что вот это вот мнение о том, что фиалкам требуется 14-16 часов светового дня для цветения, оно не совсем верное. День-ночь у нас 12 часов, да. И фиалкам, поверьте, вот 12-часового светового дня вполне хватает для того, чтобы заложить цветоносы и для того, чтобы цвести. Обычно для наращивания листвы, вот пока фиалка наращивает листья, вообще 10 часов и достаточно света. А когда мы уже фиалку запускаем на цветение, тогда да, уже можно добавить там, ну, час, да, 11 часов света сделать фиалочки. Но вот эту добавку освещения не нужно делать резко. То есть нужно постепенно. Если у вас фиалки подсвечивались 10 часов, значит добавляйте на 15-20 минут, максимум полчаса, то есть 10-20 ставьте освещение. Иначе у вас получится пересвет. У меня был такой вот случай, девочка готовила фиалочки к цветению на день матери. И она такая умничка, все хорошо у нее было, все замечательно. И тут вдруг за месяц, можно сказать, до даты, она мне присылает фото, и у фиалок покрученные все листья, листья пожелтели, да, ну, как загар у некоторых сортов получился. Я спросила, я говорю, ты чем-то поливала там или что-то сделала? Она говорит, нет, я вот 10 часов светилась, подсветка была, а она ее поставила на 12 часов. И что в результате случилось? Пересвет. И не просто пересвет, а некоторые фиалки погорели. И человек все испортил. Весь труд испортил. Так что добавляем освещение постепенно. Вот даже постепенно добавляя освещение, можно заработать пересвет. Вот я вам сейчас покажу. Вот это вот сорт АВ, полет валькирии. Вот смотрите, вот эта розеточка у меня прям хорошенькая. Она уже заложила цветонос. Это я, кстати, не выгоняю. Не готовлю фиалку на цветение. Это моя розеточка. Я еще даже не видела, по сорту зацветет сорт или нет. В общем-то, вот тут вот я ничего выращиваю при 10-часовом освещении. Вот у меня розетка стояла. Она стояла у меня, во-первых, под фитолампой. И я добавила буквально 20 минут дополнительно света, чтобы быстрее заложились цветоносы и быстрее фиалка зацвела. И видите, что у меня произошло. То есть сорт сразу среагировал. Сразу получил пересвет. Мгновенно. Какие-то там, вот я же говорю, 20-30 минут могут у вас вот так сработать. Хотя рядом стоящие фиалки, вот эти вот, они тоже стояли рядом. И как бы все в порядке, все замечательно. Поэтому нужно тоже... Ну, если старые сорта в коллекции, да, и вы готовите к цветению, то, в принципе, вы уже должны знать, как они реагируют на лампы, да, на количество освещения, на лампы новые. А если сорта новинки, вот как у меня, конечно, тут сложно предположить, как поведет себя фиалка. Поэтому 15-20 минут начинайте добавлять освещение. И таким образом постепенно доводите до нужного. Либо же 11, либо же 12 часов. Тут тоже, знаете, вот некоторым фиалкам для хорошего цветения, и чтобы цветоносы были крепкие, вполне достаточно 11-12 часов светового дня, когда они уже вот подняли бутончики свои, да, вот у меня нету сейчас, далеко фиалки стоят, чтобы вам показать. А вот, допустим, есть такие вот сорта, вот смотрите, НК, Лилон, Лила. Вот эта розетка у меня подсвечивалась 13 часов. И здесь цветоносы более крепкие, да, и они не так ложатся на розеточку, вот как вот та же НК, Лилон, Лила. Там закладка бутонов, и цветение шло при 12 часах. То есть, есть, конечно, такие сорта, где, если у сорта есть вот такая особенность, там вот НК, Лилон, Лила, это, допустим, очень крупные цветы, и они, конечно же, ложатся под тяжестью на розетку. Поэтому, выращивая этот сорт, нужно стараться дать ему хороший свет, чтобы цветоносцы не потянулись. Вот, если они потянутся, то они еще больше развалятся, у вас по розетке. Но там тоже есть вот такие моменты, что это сорт, который реагирует на пересвет. Вот. Это все с опытом приходит. Вот много таких вот нюансов, моментов, да, которые вот можно рассказать. Потом вот спрашивают про удобрение фертика очень часто. Значит, смотрите, я, в принципе, не пользуюсь. Сейчас фертика, и у меня я уже показывала, мастер Валагра. Вот, и абсолютно все фиалки поливаю вот этим вот удобрением в микродозе. Я развожу как? На пятилитровую бутылку я добавляю где-то на кончике ножа. Вот, не знаю, сколько это получается, но вот рассчитать, как удобрение. Чайная ложка без горки – это 5 миллиграмм удобрения. Вот. Значит, естественно, пол чайной ложки – 2,5 миллиграмма. На кончике чайной ложки – это где-то грамм-полтора я на глаз это все делаю, но у моей фиалки нет перекорма. То есть, все нормально, значит, все правильно. Фертика я не пользуюсь. Фертика бывает разная. Разная дозировка. Вот, допустим, я купила в фикс-прайсе 2 вот фертики. У одной 30 фосфора. То есть, это вот реально на цветении работает. Она вот, прям вот приближена это удобрение к монофосфату калия. Поэтому на постоянной основе пользоваться вот с такой формулой удобрения не стоит. Можно разово пролить. Вот. Не монофосфатом, допустим, а фертикой с вот такой дозировкой, если вы готовите срочно фиалку к цветению. Также вот фертика люкс. Здесь меньше дозировка идет фосфора. Здесь идет 16 азота, 20 фосфора и 27 калия. Это тоже вот для цветения, но вот это вот удобрение помягче, так скажем. Ну, опять же, я не пользуюсь такими вот сейчас удобрениями. Уже года 3 я не иду с такими удобрениями, которые вот именно на цветении работают. Вполне достаточно универсального какого-то удобрения с одинаковой формулой. Таким удобрением можно поливать и деток, и укорененные листики с детками я поливаю. Не целенаправленно поливаю, нет. Просто вот навожу там 10 литров воды и абсолютно все поливаю. Если я заливаю фитильные емкости и полив деток, то и детки у меня получают все водичку с удобрениями. Фитильные емкости я заполняю где-то раз в неделю, поэтому остальную неделю у меня те же детки, укорененные листья, если я поливаю, то я поливаю их чистой водой. И вот специально проливать какими-то стимуляторами я этого не делаю. Я не делаю этого не потому, что нельзя. Просто мне это неудобно. Вот так вот. Так, потом, значит, наверное, давайте в этом же видео вот кормилицами кориза. Тоже кто-то мне задавал вопрос, пользуюсь я этим или нет. Нет, не пользуюсь. Если вы спросите, откуда оно у меня, мне его подарили, девочки. Одна женщина мне подарила фиалки и вот эту микоризу. Но я считаю, что это все лишнее для фиалок. Это, может быть, хорошо работает для помидор, для огурцов, для каких-то деревьев на улице, но не для фиалок. Для того, чтобы фиалки хорошо росли, достаточно верхового торфа. Вот. И хороших условий. Полив, температура и освещение. Никаких таких вот стимуляторов совершенно не нужно. Эпин, циркон, ну да. Обычно, там, если получаешь какие-то черенки по почте, да, и они там подвяли, вот. Ну, транспортировка была не совсем удачная. Тогда, вот, можно, конечно, эпин и циркон. Я, ну, и сама иногда пользуюсь такими вот коктейлями. Я их так называю. Чтобы как-то там стресс у растения снять. Либо деток вот опрыскать по листу. Когда вот по почте приходят детки и тоже либо подвяли, либо там еще что-то подгнили. А так, на постоянной основе, никакими стимуляторами я не пользуюсь. Вот. Так, ну, что, в принципе, наверное, и все. Может быть, что-то забыла, потому что видео вот такое вот. Я, надо вообще, когда такие видео записываешь, взять себе за правило, где-то, наверное, записывать на бумажечке пункты, да, потому что вот болтаешь, 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 и в конечном итоге, может быть, что-то забыл рассказать, пропустил. Вот. Если что, пишите. Будет какое-нибудь дополнительное видео на определенную тему. На этом, мои дорогие, всем всего хорошего, мира, добра и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok